Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале Счастье у нас самих, где, как всегда, ответы на вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, практики, настрои, ритуалы для исполнения даже самых невероятных желаний, ну и, конечно, каждое видео заряжено позитивной энергией. Принимайте её, я её вам даю. Сегодня мы посмотрим, чего же можно ожидать в самое ближайшее время. Сосредоточьтесь, как всегда, на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, простите, и, конечно же, улыбнитесь. Улыбайтесь, несмотря ни на что. Но, поверьте, вот это вот движение улыбки, оно меняет жизнь. Именно когда вы расплываетесь в улыбке. Иногда бывает это сделать нелегко. Но относитесь к этому как к лекарству. Вот, когда болит голова, мы берём таблетку от головной боли, и она проходит, эта боль. Точно так же улыбка – это лекарство. И чем больше вы будете принимать это лекарство, тем быстрее и ваша жизнь станет лучше. И не думайте о том, что происходит вокруг сейчас, когда вы улыбаетесь. Улыбка меняет вашу жизнь. Соответственно, меняется жизнь людей, которые находятся вокруг вас. И вот таким образом один человек может изменить мир. Это работа. Вот единственное, что я называю работой – это работа над собой. И она самая нелёгкая. Ведь легче действительно учить кого-то, советовать кому-то. А вот когда дело касается себя самой, это работа. Ну, опять же, для меня это каждодневная работа. У меня нет дня, когда я не делаю какие-то практики, какие-то медитации, какие-то настрои. Этим я занимаюсь каждый день. Для того, чтобы самой быть наполненной вот этим счастьем, радостью и добром. Чтобы я могла делиться им с вами. Поэтому улыбайтесь. Ну что, я всегда, я не могу без предисловия. Но, понимаете, я знаю, что те, кто смотрят меня каждый день, каждый день хотите вы этого, не хотите, вот этот позитив и всё это, оно входит в ваше подсознание. И, соответственно, просто смотря мои видео, вы можете изменить свою жизнь. Ну что, давайте посмотрим уже, что же можно ожидать в ближайшее время. В ближайшее время вы можете ожидать всплесков, всплесков эмоций, всплесков чувств, всплесков, именно всплесков определенного отношения к определенным ситуациям. И могу вам сказать, что тут ещё этот всплеск будет по поводу ситуаций, в которых будут прорывы. Прорывы. Что значит прорыв? Прорыв – это не значит, вот, знаете, вдруг куда-то взлетаете. Хотя, такое тоже возможно. Для тех, кто действительно работает над собой и для тех, кто к чему-то стремится уже не один день и методично каждый день делает что-то для достижения, даже маленький шаг для достижения своей цели, и вот в самое ближайшее время, да, может произойти неожиданный скачок. И то, о чём вы мечтаете, начнёт реализовываться. Даже если не будет конечного результата, вы увидите и вы почувствуете, что да, вы на правильном пути, и вы идёте теми, вы идёте теми шагами, которыми надо именно к цели. А цель может быть смена работы, цель может быть отношения, цель может быть выздоровления, цель может быть открытие бизнеса или прорыв в бизнесе. Это значит, что может быть найдёте какого-то большого клиента, какую-то большую нишу для сбыта ваших товаров, для того, чтобы ваш сервис начали покупать, начали требовать. Можете найти для тех, кого интересует здоровье, вы сделаете прорыв в продвижении к выздоровлению, а может и прийти полное выздоровление для отношений. Вы сделаете прорыв для улучшения отношений. Именно ваши эмоции, именно ваша страсть к чему-то и поможет вам приобрести это. Будьте страстны по отношению к вашим желаниям. Вот как я могу это назвать одним словом, по отношению именно к тому, чего вы действительно хотите. Можете ожидать встречи и разговоров именно со старшим поколением. Это может быть отец, это может быть друг, это может быть и коллега, это может быть кто-то из вашего окружения. Вот тут я вижу, что можете ожидать хорошего и доброго совета от кого-то, кто старше вас. Тут что могу посоветовать? Совет надо выслушать. Единственное, это не предостережение, это можно сказать, да, это такой, знаете, как нейтральный совет. Всегда слушая советы, возвращайтесь к себе, возвращайтесь к вашему состоянию, когда вам дают советы. Если вы полностью принимаете советы, нет никакого дискомфорта в том, что посоветуют вам, это очень мудрый человек, и я же говорю, идет он с добром. Поэтому послушать совет можно, но одно только хочу сказать. Если совет вызывает в вас какой-то дискомфорт, а еще того хуже, более негативных эмоций, значит улыбайтесь, говорите спасибо. Вы всегда должны поблагодарить человека, особенно тут человек идет с добром. Но действовать по этому совету или нет, это ваш выбор. Ну и тут еще могу сказать, что все-таки вот преобладает, чего можно ожидать, ожидать всплеска, ожидать быстрых действий. Вот будет что-то происходить, что заставит вас действовать быстро. И именно эти быстрые действия, вы можете ожидать, приведут к результатам. Тут также могу сказать, что в ближайшее время я вижу, что для мальчиков могу сказать, что вас ждет встреча. Это может быть как знакомство. Я, эта девушка очень такая, очень страстная девушка. Очень, она открытая, она страстная, она быстрая. Она ожидает от вас, мальчики, быстрых действий. И если у вас есть уже на примете девушка, то поступайте мудро и действуйте, если она вам нравится. Вижу, что она ответит. Ответит именно тем, что вы ей будете предлагать. Тут еще, я же говорю, можно ожидать также и определенных конфронтаций. Конфронтаций вот с такой женщиной, которая будет для некоторых, это может проиграться, как какие-то деловые разговоры с... Это может быть коллега, это может быть начальница, это может быть менеджер, это может быть именно какой-то представитель какой-то организации. И тут я могу сказать, что только от вас зависит результат этого разговора. По той простой причине, что не все будет идти гладко в этом разговоре. И только ваша мудрость и ваша дипломатичность могут вывести этот разговор на позитивный лад. Что я, собственно говоря, вам и желаю. И еще. Во всех ситуациях вы можете ожидать, что будут какие-то всплески. И я уже это сказала раньше. И только ваша дипломатичность и анализ могут вывести эти всплески в позитивное русло. Потому что вижу, что будут и, конечно же, негативные всплески. А поменять их и перевести это так, чтобы оно работало на благо, вам только в ваших руках.